всем привет и добро пожаловать на очередное занятие по продвинутому уровню по курсу adobe premiere pro тема сегодняшней нашей беседы будет медиа энкодер и работа с прокси важнейшая тема пусть вас не пугает то что занятие будет но относительно короткая сложность информации в нем будет просто запредельный однако поскольку для работы с прокси для основной темы нашей беседы нам понадобится медиа энкодер то начнем мы именно с него я уже предусмотрительно запустил медиа энкодер обычно я предпочитаю из стандартной настройки энкодера слегка кастомизировать интерфейс просто потому что одновременно мне мне видеть окна медиа браузера пресет браузера кью и энкодинг не нужно то есть мне достаточно видеть окно кью очередь энкодинга и собственно текущие процесс который обрабатывается поэтому обычно я делаю новый пресет window workspaces new workspace называю его допустим профайл имеет смысл назвать его как-то осмысленно и перетасовываю окна перетаскиваю медиа браузер в очередь пресет браузер в очередь чего я тем самым выигрываю то что у меня получается широкое окно очереди и вся служебная информация которая здесь будет появляться имя выходного файла статус кодирования какой пресет используем она все будет вмещаться в одно окно даже может сделать чуть посветлее даже может сделать чуть пошире и так для того чтобы разобраться с медиа энкодером я хочу остановиться на нескольких основных аспектах первый поговорим собственно про саму очередь экспорта которая работает достаточно предсказуемо если вам нужно что-то скодировать вы бросаете в нее файл причем если файл так называемый составной что например характерно для камер red которые снимают один длиннющий клип могут разбивать или не могут обычно разбивают на блоки по 4 гигабайта каждый так вот если у вас есть несколько таких блоков вам достаточно предположим что это единый кусок должен получиться из этих шести файлов я могу схватить эти клипы потащить в окно виде браузера и смотрите на эти всплывающие блоки снизу если хочу получить шесть индивидуальных файлов тащу налево если хочу получить один большой склеенный файл тащу направо вот сюда прямо на саму кнопку в моем случае я хочу получить один хочу получить несколько индивидуальных файлов 6 файлов тащу налево он добавляет их в очередь и на что хочу обратить внимание у каждого добавленного файла есть задание то есть задание это вот это вот оно состоит задание из формата пресета выходного файла и собственно статус этого задания скодировано или нет предположим на выходе мне хотелось бы получить из этих файлов допустим сейчас они в формате quicktime move в кодеке A464 кстати говоря посмотреть в каком они формате можете просто открыв их в обычном плеере сделать в quicktime плеере get info или горячая клавиша command i если вы смотрите это на маке где quicktime плеер является неотъемлемой частью если вы смотрите на windows машинах то можете через vlc через media info тоже посмотреть информацию о файле либо прямо в самом исходе в самом меди-энкодере сейчас я покажу как делается так вот вот у меня формат входной H2064 full hd и частота кадров 29.97 но будем считать что 30 на выходе предположим я хочу получить файл в тоже в кодеке H2064 но в контейнере mp4 а не move но предположим что клиент заказал такой формат и предположим мне эти все файлы нужно обрезать в квадрат допустим для публикации на ютюбе на фейсбуке на инстаграме так вот в этом случае поскольку я хочу их пакетно обрабатывать я выделил заранее все файлы и кликаю в один из пресетов любой причем можно в формат можно в пресет то есть сюда сюда не важно он спрашивает вы сейчас будете обрабатывать 6 файлов одновременно в открывшемся окне настроек вы точно это хотите делать я говорю да точно нажимаю ok открывается окно настроек в котором я задаю настройки сразу для всех этих шести файлов а именно мы уже кстати на базовом уровне это проходили только это окно было частью премьера а сейчас точно такое же окно но открывается в медиа-энкодере так вот на закладке видео я поставлю квадратный формат предварительно отжав цепочку а иначе он будет сохранять пропорции для инстаграма стандартом является 1080x1080 и в левом верхнем углу переключу режим из scale to fit который пытается весь исходный кадр втиснуть в результирующий формат квадратный формат я переключу режим scale to fill когда он будет заполнять этот кадр по центру да к сожалению я не смогу его панорамировать панорамировать левее правее для этого мне нужен пример если хочу например вы кадровать только левую часть или только правую часть или плавно ползти по кадру но если меня вполне устраивает допустим вот такая компоновка предположим что оператор изначально снимал с компоновкой под квадрат то есть слева и справа части изображения ими можно пожертвовать тогда просто поставил размер кадра убедился что если на моей машине поддерживается аппаратное кодирование то опция доступна то я и выбираю если у меня нет поддержки аппаратного кодирования то остается только софтворный кодинг тут на нет и сюда нет дальше аудио остаёт оставляется аудио переключаю формат и изначально он был не компрессированный звук сейчас он будет компрессирован кодеком и си опять же достаточно стандартный кодек для интернета все единственная настройка которую я сделал это поменял кодек поменял размер кадра на квадратный чтобы предусмотреть возможно мне понадобится еще так такие файлы кодировать я может быть сохраню это как пресет вот справа от этого поля ввода сейчас написано custom есть стрелка вниз нажимаю ее и допустим зову его square или 1080p на 1080p или просто есть 80 на 1080 все окей и вот у меня пресет 1080 на 1080 нажимаю ok обратите внимание сейчас все клипы в очереди переключились на этот пресет более того в списке пресет браузеров у меня появился первый вот если сейчас системные настройки системные пресеты свернул а у меня появился мой первый пресет здесь за сегодняшнее занятие мы создадим несколько пресетов и и не всегда это будет так просто как сейчас нам удалось это сделать окей и дальше нажимаем кнопку play но прежде чем нажму нажму кнопку play я хотел бы проверить пару настроек потому что не все настройки могут быть оптимальными поэтому меди-энкодер preferences первая же настройка которую я всегда проверяю вот она чтобы по окончанию кодирования он не проигрывал никаких звуков старых версиях энкодера эта галка была включена и представьте вы оставили себе кодировать меди-энкодер на ночь или просто на студии так прилегли вечерком пока он кодирует и вдруг по окончанию кодирования он вам проигрывает такой тинь гвоздем в ухо прям такие же ощущения так вот эту галку я проверяю чтобы она была всегда выключена дальше вторая галка стартовать очередь автоматически через указанный интервал времени по умолчанию две минуты тоже стараюсь держать ее выключенной почему потому что иногда бывает я не успел еще подготовить настройки всех клипов в очереди а допустим я зарядил сюда не шесть клипов а допустим один съемочный день целиком так отправил в этом случае если я экспериментирую с настройками проверяю может быть лучше может быть хуже будет мне не хотелось больше чтобы он стартовал по истечении этого двухминутного таймера то есть до тех пор пока его сам не запущу поэтому эту галку я тоже предпочитаю не включать опять-таки если мне не изменять память в старых версиях премьера она была включена по умолчанию не примера меди-энкодера дальше проверьте пожалуйста что в пункте меди у вас выбрана стандартная для вашего региона чистота кадров еще раз напоминаю европа это 25 кадров в секунду америка 2997 если под телевизор либо 23976 если вот такого общего назначения ну и в интерфейсе я обычно делаю интерфейс чуть-чуть посветлее потому что он очень мрачный и пугающий с остальными настройками в принципе все сделано очень хорошо все правильно и остальные настройки менять не стараюсь остальные настройки менять не не меняю все окей дальше могу нажимать кнопку play и понеслась душа в рай смотрите сейчас в моем случае у меня входные форматы были с расширением move выходные файлы были с расширением mp4 поэтому конфликта имен не возникло но если бы я на вход получил мой файл и на выход отдавал бы movie файл а мы сегодня это будем делать то премьер то меди энкодер умница такая добавляет окончание подчеркивание 1 . move то есть ни при каких условиях он вам ну если только вы вручную это не отключите он вам не затрет исходные файлы вот у меня мои квадратные перекодированные под инстаграм звук выключу перекодированные под инстаграм файлы квадрат квадрат сейчас там велосипед проедет квадрат здесь оператор молодец и он держал объект в центре кадра поэтому даже то что они крапанутые под квадрат никак собственно никак не их не испортило хорошо это что касалось такого базового режима работы давайте это все грохну что если опять же мне сейчас статус скодирован я хотел бы еще раз эти файлы прогнать но уже в другом режиме допустим не достаточно будет только вот одного файла оставлю только его остальные поубиваю он спрашивает точно убиваете именно задание из очереди задания точно и больше не спрашивает don't ask again а вот с этим файлом я хочу еще раз его скодировать но он не позволяет мне его настроить он говорит все файл уже скодирован статус у него дан и галочка стоит что ты от меня хочешь говорит мне меди-энкодер я говорю я хочу еще раз его скодировать поэтому кликаю в него правой клавишей и выбираю команду reset status тем самым заряжая его заново на кодирование я хочу показать такую вещь как параллельное кодирование для чего это бывает нужно предположим что из одного и того же файла или помните что меди-энкодер может работать в связке с премьером то есть я могу из премьера отправить кнопкой q файл и он откроется в меди-энкодере и здесь я могу выставить из одного или выходного файла или из одной секвенции будучи отправлены из премьера я могу получить сразу 2, 3, 4 сколько нужно выходных файлов из одной и той же секвенции Не добавляя ее несколько раз в очередь, а считая параллельно Как это сделать? Смотрите, я сначала выделяю ту задачу, к которой хочу добавить еще дополнительные пресеты И добавляю вот этими кнопочками с рычажочками Давайте я увеличу Такие рычажочки и плюсик Не большой плюсик, а маленький Получается, что из одного файла у меня выходят два задания Одно, допустим, я буду считать в квадрате А второе, допустим, мне нужно просчитать вертикально Под, не знаю, под Instagram Stories Кликаю во второе Меняю здесь размер кадра 1080 на 1920 Формат вертикальный Instagram Stories И могу даже сохранить его как Vertical Допустим, Vertical HD Все, ок И из одного исходного файла Или, еще раз подчеркну, рискуя быть занудливым Из одной и той же тайм-линии Это возможно Будет у меня считаться сразу два файла одновременно Причем то, о чем я говорил Premier MediEncoder, умница Понимает, что такой файл уже есть Он параллельным файлом не будет затирать первый Он добавляет ему окончание 1 Чтобы избежать конфликтов имен Я вообще первый назову Square Так же Но с окончанием Square А второй назову Vertical Логично Все Теперь, как только нажму кнопку Play Смотрите, что произойдет Бум Он их считает параллельно Одновременно В чем удобство? Я сразу получаю два выходных файла Не дожидаясь, пока первый закончится Вот смотрите Сейчас у меня один файл Но если у меня таких файлов на вход было бы несколько То первый файл просчитался Я уже могу с этими копиями Например, одну загружать на YouTube Вторую загружать, не знаю, на Vimeo На Frame.io Просчитался второй файл Я опять же могу и тут же их разбрасывать параллельно Поэтому это удобная вещь Удобный режим параллельного кодирования И вот у меня два файла Один И второй Квадратный и вертикальный Хорошо Это такое быстрое знакомство с медиа-энкодером Давайте двинем дальше Значит Про пакетный экспорт только что проговорили То есть очередь экспорта Она называется пакетным экспортом Когда мы все заряжаем прям блоком и экспортируем Давайте поговорим про еще одну удобную вещь Это watch folders Или автоматические папки За которыми медиа-энкодер сам будет следить И как только в этих папках появляется что-то Какой-нибудь файл Он открывает этот файл И перекодирует его в указанный формат Для чего это бывает удобно? Смотрите, например Приходят вам файлы Звуковые файлы В самых разных форматах В mp3 В ac формате В вавках, в аивках Иногда приходит просто mpeg4 Из которого нужно просто звук дергануть В общем Зоопарк форматов И Обычно как вы делаете? Можно его импортнуть в премьер Особенно если это файл mpeg4 Который, например, мы сохраняли с ютюба Он сохраняется сразу в mpeg4 С видео А мне видео не нужно Что я буду с собой таскать? Но вообще в идеальном мире Я хотел бы получить просто вавку Некомпрессированную Без всяких видеоканалов Просто чистый звук И обычно я это делаю Делал бы Если бы я не знал про функции watchfolders Делал бы вручную Через премьер Но У нас же есть watchfolders Давайте это продемонстрируем Плюсиком Добавляю новую папку За которой премьер будет следить Но я Добавлю просто на рабочем столе Назову ее WaveConvert И все, что я брошу в эту папку Будет автоматически конвертировать Конвертируется в формат Wave Так, папку выбрал Дальше он спрашивает В какой формат конвертируем Я говорю Не-не-не Эти 264 мне не нужен Давай-ка сконвертируем ее В WaveForm Audio Настройка меня устраивает 48 кГц 16 бит Стандартнейшая настройка Если нужна настройка Допустим 48-24 Можно открыть Поменять Можно здесь поменять Не 16 бит А 24 бит Больше настройка не нужна То есть 32 Не используется Поэтому 48 24 Опять же 96 Пока что В видеомонтаже Тоже не используется Звукорежиссеры Уже используют 96 кГц Нам пока что Достаточно Вот выше крыши 48 кГц Поэтому здесь я Ничего не менял Нажимаю Cancel И все Не поверите Это все Что мне нужно сделать Давайте проведем Эксперимент Я Вернусь в Finder Значит Все спрячу Вот моя папка WaveConvert На темненький фон Положу И предположим Давайте какой-нибудь Файлик покороче Возьму Из этих шести Они примерно Одинаковые Вот этот вот Со звуком Допустим Мне его нужно Сконвертировать И получить оттуда Только аудиодорожку Вообще не проблема Скопирую его В эту папку Я еще Отдуплиться не успел А уже MediaEncoder Все сделал Я даже Черикнуть не успел Смотрите Если я вернусь В очередь Вот он-то Просчитан моментально Что произошло Произошла Классная вещь Во-первых Он скодировал Этот Move Вот в эту Вавочку Прекрасную Вот она Только звук А сам исходник Он не удалил его Он набрал ее В папку source Не просто В папку source Там он сделал Под папку Когда этот файл Им был получен 7 февраля Во столько-то Во столько-то времени И вот этот файл То есть Я всегда могу Если мне не понравилось Как он скодировал Или если я хочу Скодировать его В другой формат Я всегда могу Еще раз его Переложить В эту папку Опять И он его заново Перекодирует Уже с другим пресетом Если я присвою Это другой пресет У меня Где-то оставался Сейчас я тоже Нарою Где-то оставался Материал От У меня где-то был Звуковой файл Сейчас я его найду Да, вот тоже Такой же пример Файл в формате М4 аудио В принципе Premiere читает М4 аудио Но опять же Это компрессированный Формат И если есть Возможность Не связываться Ни с mp3 Ни с mp4 аудио Хотя Поначалу Premiere может играть Вроде как импортирует формат mp4 mp3 Или m4 аудио И играет Не проблема Но потом вдруг В середине работы У него может наступить Сатурн в фазе Юпитера И например Он перестанет экспортировать Этот формат Это вот прям Из реального проекта У меня такое было Я весь посидел буквально Пока догадался Я думал Я грешил на видеофайлы Грешил на рендерфайлы Все перепроверил Уже и кровью Ягненка Края монитора Помазал И пеплом Не знаю Седой девственниц Все посыпал Ничего не работает Потом Думаю Не mp3 Или у меня на таймлине лежит Ну в принципе Мп3 Я вижу Думаю Вдруг Мп3 Его мешает Убил эту mp3 Переконвертировал Его в вавку Положил Все Работает Смотрит на меня Premiere честными глазами И говорит Оно само Поэтому К чему я говорю Если есть возможность Не связываться С сильно компрессированными Аудио форматами То лучше так сделать Вот как раз задача М4 аудио Хочу пересохранить В вав Копирую В эту папку Сейчас я буду ждать Пока Мединкодер отдуплится В прошлый раз Я ее Эту задачу пропустил Сейчас я это не пропущу Также активируем Мединкодер Бум И все готово И теперь Та же самая история В папке Wave Convert В папке Output У меня теперь есть City Living Wave Вот он-то Причем исходник тоже Никуда не делся В папку Source Вот сегодняшним числом Правда уже Кодировался Не в 9 минут А в 12 минут 4 часа 12 минут 00 секунд Вот он-то здесь Так что Прошу любить и жаловать Очень удобная вещь Особенно для Ситуации Когда у вас не один файл Как я сейчас копировал А у вас там 128 файлов Или у вас Идет текучка Вам приносит Вот такое вот барахло А вам нужно причесывать Его под единый формат Причем это касается Как звука Так и видео Хорошо Это что касалось Такого быстрого знакомства С Adobe Media Encoder Для чего он нам нужен Для того чтобы было Удобно И не страшно Подойти к следующей теме Proxy Workflow